Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики канала Мать-Героини. Мне очень приятно, что канал мой растет, что вы продолжаете меня смотреть. Как бы я ни старалась, но у меня не всегда получается каждый день записывать сюда ролики. Основной канал у меня остается Деревенский дневник очень многодетной мамы. Там проходят стримы, прямые эфиры, ролики фактически каждый день выходят. Ну и сюда я тоже, как вы понимаете, скидываю тоже ролики, снимаю для вас. Конечно, в том формате, в котором я планировала записывать ролики, достаточно мне сложновато. Не хватает на все это ресурсов, сил. Возможно, не хватает ваших вопросов, что мне очень, конечно, хотелось бы, чтобы вы больше задавали вопросов. Приятно видеть в комментариях ваше мнение по поводу моих каналов, по поводу меня самой, по поводу моего многодетства, моих детей. И, пожалуйста, ради бога, пишите свои отзывы. Но также хотелось какие-то вопросы получать в студию, чтобы на них потом отвечать. Один из самых таких животрепещущих вопросов, который мы с вами обсуждали в последнее время, это было то, что я все-таки рожала несколько детей в роддоме, несколько детей именно дома родила. И для многих это прямо послужило таким шок-контентом. Кто-то говорил, Оля, как ты на это вообще согласилась, способна и вообще зачем ты туда пошла. И вот, знаете, у меня сегодня пришла замечательная мысль. Как раз смонтировать вот такой ролик вам, точнее записать. Монтировать я, скорее всего, его не буду. Запишу этот ролик вам сейчас для того, чтобы ответить на ваши вопросы, почему я все-таки решила рожать дома и почему Зраника родилась в роддоме после нескольких домашних родов. Скажу честно, для меня вопрос деторождения очень всегда был важным и очень ответственным. Не менее ответственным, чем просто растить детей. Потому что, когда происходят роды, то, как я думала, что, как бы сказать, все под контролем держать невозможно. Мозг отключается у женщины, и она отдается в руки профессионалов, врачей. И они уже там все видят, как все происходит, как открывается, как ребенок рождается. Вот. Это я думала до тех пор, пока сюда не переехала. И, в принципе, я не поменяла свое мнение. Вы не подумайте, что я сейчас в этом ролике буду поливать обильно своим негодованием и своими упреками врачей. В моей жизни, слава богу, плохих врачей было очень и очень мало, можно сказать, там полтора процента. В основном у меня встречаются очень адекватные люди, которые делают все хорошо и правильно, и снисходительно. И более того, я скажу, что первых нескольких детей, ну, до Даниила, это, получается, пять детей, я родила в роддоме и оставалась фактически всегда довольна тем, как это происходило у меня. Единственное, в чем я никак не могла разобраться, это в том, зачем мне все время роды стимулируют. Даже когда я приезжала со схватками, зачем мне подключали стимуляцию родов. То есть, фактически, у меня никогда не отходили воды сами, самостоятельно. Вот. Мне никогда не давали родить ребенка вот от начала до конца самой. Зачем вот эти уколы? Зачем все эти процедуры? Почему они вдруг такие стали необходимые? Ну, вот, для тех, кто будет, может быть, первый раз смотреть меня на моем канале, ну, может быть, в рекомендациях попадется, я вам скажу, что у меня пять детей родилось в роддоме, точнее шесть, потом последний еще тоже шестой, шестой получился роддомовский. И четверо детей родились дома. Прекрасно, хорошо и замечательно. И я хочу сказать, что для меня, лично для меня, домашние роды были гораздо лучше, гораздо естественнее, проще, легче, быстрее, без каких-либо последствий для меня и детей, чем роддомовский. Из роддомовских родов я всегда выходила с последствиями. Всегда. Не было ни одного роддомовского родов, чтобы меня, так сказать, не, ну, скажем так, не испортили. Да, многие врачи думают, что руководя процессом родов, они делают максимально хорошо. Вводя всякие препараты нам и так далее, думают, что это облегчает как-то процесс, но это далеко не так. Как я поняла, вот, допустим, в сравнении с своими детьми, которых я родила дома, после домашних родов ребенок совсем другой. Он не так спит сутками, как напролет, как вот, допустим, у меня в роддоме дети спали в первые сутки после рождения. Он более активный, он открывает сразу глаза, у него нет таких страшных отеков. Я не знаю, как у вас, но у меня дети были с отекшими глазками, которые даже никак не могли открыть их. И спали очень много, очень вяло едят. В домашних родах мои дети всегда кушали очень много, то есть они прямо могли вот только-только родиться, сразу прикладываем к груди, и он мог часа полтора не отпускать грудь, и потом, чуть-чуть поспав, опять просить грудь. А это, сами понимаете, очень важно, потому что там молозиво, которое ему необходимо. Это и витамины, и питание, и моноглобулин, все-все-все в этом молозиве, которое очень необходимо ребенку. В роддоме все происходило не так, то есть давали сделать пару глоточков, как только вот ребенок родится, и то не всем моим детям это позволили сделать, к сожалению. Вот, а потом только через несколько часов там приходилось его будить, трепать как-то там за щечки, чтобы он проснулся, как-то присосался, сделал два глотка и опять заснул. Первая дома родилась София, и для меня было удивительно, как она улыбается, увидеть улыбающуюся ребенку после родов, это было чудесно. Вот, сразу скажу, что я рожала без всяких акушерок и помощниц, мне никого не хотелось на роды, вообще абсолютно, и в данной ситуации не тело шло за мной, а я шла за телом, то есть так, как моему телу хотелось, так я и рожала. Я думала о том, что, может быть, нужна будет какая-то помощь, но дело в том, что у меня муж, вот сейчас я уже в разводе, а так-то, когда мы были в браке, он был за рулем, и довести нас быстро до Мичуринска это минут 20-30, и до Тамбова это минут 40. Это, конечно, большая достаточно цифра, да, там в считанные секунды обычно все решается, в считанные минуты, но я вам хочу сказать, что, в принципе, если адекватно оценивать состояние ребенка в животе у мамы, адекватно оценить свое здоровье и все риски, то когда мы берем ответственность на себя, мы понимаем, какие могут быть последствия. Так как я уже не первый раз рожала, и я знала от и до свой организм, как все начинается, чем это все продолжается и заканчивается, то я просто спокойно сама себе сказала, будет так, как будет, если меня что-то напугает и что-то мне не понравится в течение моих родов, я соберусь и поеду в роддом. Вот, скорую вызывать, сами понимаете, бесполезно, потому что она просто приедет через сутки, а так-то, конечно, вот такая была у меня, значит, концепция. И Софию я, значит, начала рожать ночью, у меня как раз-таки отошли воды, наконец-то, у меня первый раз мне все естественным путем происходило, никто у меня не прокалывал пузырь, никто у меня не стимулировал эти роды. И я не чувствовала схваток, я ничего не чувствовала, я просто встала, пошла в душ, потом походила, подумала, посмотрела, что у меня там приготовлено к родам, приготовила много пеленок, много клеенок, всяких таких вещичек, вот, чтобы свить себе гнездо. Вот, но в этом гнезде было очень сложно оставаться, я все время ходила туда-сюда по комнате, и что мне больше всего понравилось, это то, что меня никто не трогает, никто ко мне не ширяется туда, не лазит, не смотрит, не проверяет, ничего вообще, меня никто не докасается. Видимо, я уже за столько родов так устала от этих манипуляций врачей, я понимаю, что для них они оправданы и понятны, но для женщины это травматично, тем не менее. И вот я помню этот момент, когда уже вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, а я очень долгое время все-таки готовилась к домашним родам, много читала, и читала отзывы, так сказать, и истории других таких роженец, у меня плюс еще очень много друзей, которые рожали дома, в том числе там и крестные моих детей, но многие рожали дома среди моих знакомых. И вот поговорив фактически со всеми, не понимая, как это происходит дома, я заняла ту позу, которая мне была хорошо, то есть я их поробовала, такую, 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 где мне вот было плохо, я сразу меняла эту позу. Вот сразу скажу, поза очень физиологичная для родов, это на коленках, просто голова лежит на каком-то стуле, или там, ну у меня стул был, да, подушка на нем, и вот когда голову кладешь, руки вот так складываешь, и просто на коленках стоишь, это самая вообще для меня, самая суперская была поза, я мне фактически всех родила, кроме Якова. Яков в воде родился. Вот. А вообще, рождение произошло очень, ну, по моим ощущениям, очень стремительно, и очень прям так интенсивно, так прям, вот. Вот. Но я не думала о том, тужится мне или не тужится, что там будет, как, чего, то есть просто я иду в роды, и мое тело мне подскажет, что делать, и главное расслабиться, отключить мозг, да, действительно, в этом моменте надо. Но когда ребенок рождается, нужно, конечно же, сразу подключиться в этот момент. Со мной был мой муж, и он все, как бы, сделал все хорошо. Вот. Но это были первые домашние роды, и, конечно, мы все равно немножко были ошарашены вот этим происшествием, что вот такое событие произошло так спокойно и так хорошо, и дети спали, и вообще никто не мешал, никто не лез, никто не мешался, ни ребенку, ни мне, и света яркого не было, и было тихо, тепло, ну, то есть было классно. И в этот момент, когда ребенок прородился, я, конечно, прям так сразу резко ослабла, муж мне поднес специально заваренный чай, я прилегла аккуратно, и мы не обрезали пуповину. Вот, кстати, по пуповину, почему-то постоянно вопрос возникает у всех, а что вы делали с пуповиной? Мы ничего с ней первое время не делали, потому что знали, что в плаценте находится кровь ребенка, и ему нужно, ей нужно отпульсировать этой крови, и нужно просто спокойно дождаться, когда пуповина станет холодной и безжизненной. Прошел час, то есть никакой стимуляции рождения плаценты, ничего, плацента не рождалась самостоятельно, и вот когда мы уже поняли, что все, то есть пуповина уже не имеет крови, ребенок у меня лежал все это время на животе, на груди, сосал, мы потихонечку перевязали с двух сторон пуповину, разрезали пополам, пополам, между, и все, в этом и заключалось отсечение пуповины. А когда я уже встала в душ, в этот момент у меня родилась плацента, которая полностью отпульсировала, которая сама уже отсоединилась, отсоединила все сосуды от матки, все, она родилась целая, нирванная, все было хорошо, я себя чувствовала прекрасно. Конечно, первые сутки я отдыхала, вот, Софии мне повезло, первые сутки я отдыхала после родов. А вообще, перед родами я еще даже успела подойти к корову, у меня была первая корова ласточка, и на схватках, уже переходящих в потуги, я даже сходила на дольку, была такая история. В общем, я сейчас быстренько забегу вперед, я вам расскажу о всех своих родах, на самом деле, потом, как-нибудь, еще раз вернувшись в эту тему, но скажу так, что последние роды, которые прошли в роддоме, меня не устроили, тем не менее, и рождение, стимуляция рождения плаценты очень усугубила мои потом последствия после родов, после родов был период очень тяжелый, и вот этот разговор, он у меня до сих пор в ушах звенит, узист, врач-узист, акушер-гинеколог мне доказывал, что если вытаскивать, вырывать плаценту сразу после родов, то таким способом они профилактируют кровотечение. Я говорю, ребята, вы не простите меня, конечно, может быть, сравнение странное, но если болячку содрать, будет кровь, если болячке дать зажить, и она сама отпадет, не будет крови. Откуда берется кровотечение в родах? Откуда? Все оттуда же, понимаете, из того же места, потому что где плаценты прикрепляются, там идут сосуды, сосуды там специфические, имеют такую интересную форму, как вот такого винта, вот, когда они полностью без крови остаются, кровь отпульсирует, они вот так раз, и закрываются, понимаете, и все, и плацента отпадает, она не держится уже в матке, потому что некого уже питать, ребенок родился, все естественным путем происходит. И нет, он меня все равно уверяет, что таким способом варварским, а я считаю, что это варварский способ вырывать плаценту, нажимать на живот женщине, стимулировать, колоть окситоцин. Зачем? Когда она сама родится, ничего там не случится. Коро, простите меня за это сравнение, коровам никто не стимулирует рождение плаценты. А если это и происходит в каких-то колхозах древних, где ручное отделение плаценты, коровы остаются бесплодными после этой процедуры. У меня у самой такая ситуация была в самом начале моего фермерства, когда отделили плаценту вручную, и все, кусками ее вытаскивали с коровы, корова пошла на мясо, понимаете, там, поэтому, я не знаю, мне порой кажется, что к животным мы более лояльно относимся, чем к женщинам и к детям нашим. На этом с вами прощаюсь. Сегодня, думаю, хватит вам для обсуждения. Жду ваших вопросов, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Не теряйте меня. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы смотреть все выпуски канала Мать-Героини. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok